Все ее героини в театре и кино разные, но есть что-то общее. Это харизматичные, сильные женщины. Так повелось в 1970-го, когда на советские экраны вышел фильм «Секретарь порткома». Именно эта картина и сделала Людмилу Полякову всенародной любимицей. В мире искусства не всегда получается успешно лавировать между съемочными софитами и сценой. Людмила Петровна яркое исключение. Бессменная солистка Малого театра давно всем все доказала. Но на лаврах, пусть и заслуженных, не почивает. Ведь творческих планов все больше и больше. Один из них – приезд в «Жемчужину» в Западной Сибири. Ну как настрой мы привезли. Вам самое высокое, самое красивое наше искусство. Мы Малый театр. Это знаете, что такое? Это за нами века, за нами три века культуры. Так что это потрясающий спектакль. Получите, как голымчане, получите большое удовольствие. Людмила Полякова сыграет на коголымской сцене спектакли «Волки и овцы», которая откроет нынешний театральный сезон. Компанию ей составит Дмитрий Марин. Помимо этого он предстанет перед зрителями Западной Сибири в образе принца Клауса в пьесе «Снежная королева». Актеру уже доводилось выступать перед северной публикой. Говорит, принимает всегда горячо. Мы уже прилетали сюда два раза. И мы часто прилетаем в Сургут. Летаем мы часто, так что разницы особо я не вижу никакой. Что там, что на севере, что на юге люди одинаковые. Зрители тоже. Помимо показа постановок, в нынешнем театральном сезоне запланирована ознакомительная экскурсия по филиалу «Малого» для детей и взрослых. Но и это еще не все. Теперь у каждого югорчанина появится уникальная возможность посмотреть видеоверсии нашумевших пьес, которые ввиду масштабности и технических нюансов показать на Коголымской сцене не представляется возможным. 4 ноября мы планируем показать видеотрансляцию спектакля «Смута», который посвящен «Смутному мнению». Он идет в «Малом театре с успехом». Наш новый спектакль «Всегда зовите доли». Главные роли в нем исполняют Ирина Муравьева и Валерий Афанасьев. Его мы также планируем показать на экране. Для нас театр – праздник новый, и для премьеры пробил час. А на этих кадрах запечатлен поистине исторический момент в развитии культуры не только Коголыма, Югры, но и всей России. Открытие филиала «Малого академического театра» в «Жемчужине Западной Сибири» ознаменовало новую веху развития искусства в стране. То, что долгое время оказалось таким далеким, стало реальным для каждого жителя наших городов. Это стало возможным благодаря пятистороннему соглашению между Министерством культуры Российской Федерации, Государственным академическим баловым театром России, правительством Ханты-Мансийского автономного округа Югры и Публичного акционерного общества «Лукойл», а также администрации Коголыма. Старт театральному сезону в филиале «Малого театра» в Коголыме будет дан 27 сентября в 19 часов. Первая пьеса в нынешнем сезоне, которую увидят поклонники «Высокого и прекрасного» в Западной Сибири – это спектакль «Волки и овцы». До конца сезона поклонники театра в Коголыме увидят около 10 спектаклей. Никита Рогозин, Алексей Николаев. Специально для новостей.